Здравствуйте! Об основных событиях вторника вам расскажут наши корреспонденты и я, Елизавета Хмелева. Сегодня министры, чьи ведомства относятся к бюджетной сфере, рассказали о том, как выполняются указы президента России и поручения главы Чуваши о повышении заработной платы и других мероприятиях в отраслях здравоохранения, культуры и образования. Зарплаты медиков выросли заметно. Это, кстати, позволило частично решить кадровую проблему в отрасли. На сегодняшний день в рамках принятой дорожной карты по врачам и средним медицинским работникам фактически достигнуты уже все целевые показатели. Более того, по врачам мы превысили эти показатели. Если целевой индикативный показатель у нас был на 4 месяца 2013 года, это средняя заработная плата врачей к средней заработной плате по экономике по республике 129,7%, мы на сегодняшний день достигли уже 144%. И средняя заработная плата врачей в абсолютных цифрах составляет 25 784 рубля. В некоторых метаучреждениях, заметила министра, на контрольные цифры пока не вышли, но уже в июне они будут достигнуты. У среднего медицинского персонала рост заработной платы по отношению к 2012 году составил почти 109% или 14 717 рублей. У младшего – 136% или почти 9000 рублей. Продолжается работа по улучшению материально-технической базы лечебных учреждений. Внедрена трехуровневая модель оказания медицинской помощи с четким разграничением объема предоставляемых услуг. Разработаны маршруты пациента по всем профилям заболеваний на всех этапах оказания медицинской помощи. Немало сделано и в отрасли образования. Дошкольное образование, обеспечение наших деток местами в дошкольных образовательных учреждениях – это самая главная ключевая задача. И здесь в плане решения этой задачи мы идем в ногу с дорожной картой. И еще более того, приятная новость, что на уровне Российской Федерации выделяются 50 миллиардов, из которых Чувашская Республика, мы надеемся, получит достойное финансирование. Соответственно, решение вопросов строительства новых детских садов, ремонта их, создания новых мест в детских садах и при школах, где свободные места есть, эта задача будет решаться более успешно. Еще одно направление – модернизация общего образования. В 2013 году выделено около 600 миллионов рублей. Эти средства пойдут на капитальный ремонт школ, оснащение их современным учебным и спортивным оборудованием, обновление автобусного парка, бесплатные учебники и другие школьные нужды. Что касается заработной платы, то она повышается также согласно дорожной карте. У работников культуры тоже приятные перемены. Соотношение заработной платы работников учреждений культуры Чувашской Республики в 2013 году планируется в размере 57,8% в средней по республике. Ну и по нарастающей до 2018 года этот показатель должен достичь 100%. Часть средств на увеличение заработной платы планируется изыскать за счет средств самих учреждений путем оптимизации каких-то необоснованных расходов, в том числе и на содержание обслуживающего персонала. В этой связи на сегодняшний день у нас нашими учреждениями культуры приняты свои дорожные карты. Оптимизация уже началась. Книжная палата Чувашия вошла в состав национальной библиотеки. Предстоит объединение Дома народного творчества и Дворца культуры трактора строителей. Минкульт надеется, что увеличение зарплаты позволит привлечь в отрасль молодые кадры. И в первую очередь узких специалистов – режиссеров, звукорежиссеров, усветителей. В целом же указы президента России выполняются в полном соответствии с намеченным пошаговым планом – дорожной картой. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. 27 мая в 12 часов на национальном радио состоится прямая линия Михаила Игнатьева. Уже принятая и обработана около 500 писем. Главе Чувашии задают вопросы, касающиеся проблем ЖКХ, строительства и ремонта дорог в сельской местности. Волнуют жители республики и очереди в детские сады. Многих беспокоят вопросы о льготах, предоставляемых различным категориям граждан. Больше всего вопросов поступило из Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша, Шумерли, Ядрина, Морпосадского, Красноармейского, Цивильского районов. Напомню, что свой вопрос Михаилу Игнатьеву можно задать по телефону 62 12 66 и 62 13 20. Также можно отправить вопросы на электронный адрес nradiosobakamail.ru или пресс-службы администрации главы Чувашия. Прямая линия с главой Чувашской республики Михаилом Игнатьевым будет транслироваться на волнах 105.0 FM и 72 и 41 УКВ. И в интернете на сайте телерадиокомпании Чувашия ntrk21.ru. Эксперты Национального агентства финансовых исследований отмечают, что за последний год уровень доходов каждого пятого россиянина увеличился. Наблюдается положительный тренд в банковской активности населения. Из года в год увеличивается количество пользователей банковскими продуктами. Сегодня это три четверти населения страны. К таким продуктам относятся в основном пластиковые карты и потребительские кредиты. Эти услуги станут для многих чебоксарцев еще доступнее. В городе открылся дополнительный офис банка ВТБ-24. Банк ВТБ-24 усиливает присутствие в регионе. В чебоксарах открывается шестой офис, причем в удобном для горожан месте. Площадкой для него выбрано помещение одного из крупных заводов Чувашия. Предприятие банк связывает долгие отношения, которому более 17 лет. Для нас группа ВТБ является стратегическим партнером. Мы активно и кредитуемся в этой группе, и реализуем зарплатный проект. Огромное количество наших сотрудников пользуются картами ВТБ-24. И то, что сейчас появился, открылся дополнительный офис, на территории нашего завода, позволит вот эти взаимоотношения еще будут крепить. Офис после ремонта. Анна Новоселье, помимо представителей завода, самого банка, чиновники администрации города не смогли остаться в стороне. У столичной мэрии с кредитным учреждением свой совместный проект. Благодаря их кредитованию у нас решается проблема обманутых дольщиков. Достраивается объект «Волжский платинум». За это им большое спасибо. То есть этот банк, он еще и социально ориентированный. И администрация города настроена с такими предприятиями только развивать сотрудничество. Продуктовая линейка у нас интересная, рассказывают сотрудники банка. И приглашают в новый офис. Офис хоть и небольшой, но он будет консультировать по любым продуктам, выдавать кредиты наличными, оформлять карты, принимать депозиты, оформлять страховки и так далее. Помещение небольшое, но вполне комфортное. За таким форматом будущее, полагает вице-президент ВТБ-24 Наталья Смирнова. Банк делает акцент на удаленные каналы обслуживания. Через сайт, телефон, другие средства связи. Максимальное количество операций и общения с клиентом банк старается вывести в дистанционные каналы. Это и удобно и для клиента, и удобно для банка. Именно поэтому мы стараемся клиентам предоставить максимально дистанционных, удобных способов общения с банком. Такое альтернативное общение – это еще экономия времени и денег. Не нужно ехать в офис и стоять в очередях. Возможно, получать услуги в удобном формате. Еще один способ дистанционного общения – через банкоматы. Они установлены в новом офисе и должны заработать в ближайшее время. Банкоматы работают в режиме 7-24, то есть 7 дней в неделю и круглосуточно. Из-за ремонта магистральных труб в Чебоксарах перекроют улицы. Чуварские магистральные сети начали готовиться к новому отопительному сезону и развернули полномасштабные работы по перекладке магистрального трубопровода. Планируется заменить 1210 погонных метров старой трубы. Эти сети эксплуатируются уже более 20 лет в условиях постоянного подтопления. На длительное время перекрыты некоторые улицы. Движение по улице Николаева на отрезке от проспекта Ленина до улицы Чапаева откроют только 8 июля. С конца мая на три недели будет полностью закрыто движение на пересечении улиц Николаева и Энгельса. Здесь собираются построить новый канал, что позволит в дальнейшем не перекрывать улицу при проведении ремонтных работ. Второй этап ремонтных работ будет проходить с 8 июля по 2 сентября. 24 мая в Чувашии начнется крестный ход, который будет посвящен 400-летию Дома Романовых. Шествие начнется после Божественной Литургии в Чебоксарском храме Рождества Христова и праздничного молебна святым Кириллу и Мефодию. В Чебоксарах он пройдет по проспекту Карла Маркса и улице Композиторов Воробьевых. Затем участники шествия через Московский проспект выйдут к заводу Контур и двинутся в сторону села Харкасы. Крестный ход охватит практически все районные центры Чувашии, сообщает информагентство Регнум. Праздник кино вновь на Чувашской земле. В Чебоксарах накануне стартовал 6-й международный кинофестиваль. На больших экранах покажут более 40 фильмов. Многие из них в широкий прокат не попадут никогда. 12 игровых картин претендуют на получение главных призов. Оценивать их будут настоящие профессионалы, критики, киноведы, продюсеры. Команду жюри в этом году возглавляет народная артистка России Татьяна Яковенко. В программе Чебоксарского кинофорума множество специальных показов. Ночь кино организаторы посвятили режиссеру Игорю Таланкину. Зрители увидят картины, снятые малыми народами страны. В республику привезли ленты из Якутии, Ханты-Мансийска, Башкортостана. Впервые в программе, правда, вне конкурса, заявлена краткометражка чувашского режиссера Ольги Матвеевой. Не обойдется и без творческих встреч. В столицу уже начался настоящий звездопад. Каран Шахназару приедет на закрытие, будет представлять свою картину. И Александр Анатольевич Прошкин тоже приедет, будет завершать свою ретроспективу. Дима Астрахан приедет, представляет свою новую скандальную картину «Деточки». И, в общем, это такие сюрпризы, которые анонсированы уже. Все знают, что они будут. Каждый день в эфире национального телевидения – дневники Чебоксарского международного кинофестиваля. Первый видеожурнал смотрите сразу после нашей программы. На днях в Словакии завершился розыгрыш Кубка Европы по спортивной ходьбе. Для российских спортсменов он прошел успешно. Наши ходоки выиграли 4 дистанции из 5 и завоевали все командные кубки. В состав сборной команды России вошли 5 чувашских спортсменов – Марина Пандакова, Ирина Юманова, Вера Соколова, Петр Трофимов и Надежда Леонтьева. Добиться успеха в Словакии помогло то, что воспитанники Чувашской школы спортивной ходьбы приступили к тренировкам сразу же после чемпионата России. В городе Сочи у нас прошли отборочные соревнования. После вот этих отборочных уже был известен состав, который поедет на Кубок Европы. В спортивной ходьбе среди женщин на 20 километров Вера Соколова и Марина Пандакова завоевали серебряную и бронзовую медали, уступив Аните Кирдябкиной из Мордовии. На дистанции 10 километров среди юниорок отличилась Надежда Леонтьева. У нее серебряная медаль. Кроме этого, у наших спортсменов золото в командном зачете. В принципе, я довольна результатом. Считаю, девочки сделали все, что могли. Конечно, погода была очень жарко, 28 градусов и влажность большая за день прошел дождь. Но в техническом плане мне девочки очень понравились и начальство очень хвалит. По предварительным данным известно, что девушки отправятся на универсиаду. А сейчас сразу же с вокзала они поспешили на тренировки. Мария Данилова, Николай Яковлев, Республика. Гидрометцентр Чувашии прогнозирует в ближайшие дни не совсем весеннюю погоду. О том, что нас ждет, рассказал начальник Чувашского центра гидрометслужбы Сергей Максимов. 22 мая погода будет определять арктический антициклон. Ожидается преимущественно сухая погода. Температура воздуха ночью понизится до плюс 1-6 градусов. На почве местами ожидается заморозки до минус 2 градусов. Днем 11-16 градусов тепла. Далее ожидается влияние циклона и до конца недели местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха медленно начнет повышаться. И к выходным она составит ночью 5-10, днем 22-27 градусов тепла. Завтра начинаются масштабные учения в акватории Чебоксарского водохранилища. Учения пройдут с 22 по 24 мая. Оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями просит жителей Чувашии сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и не препятствовать деятельности правоохранительных органов и спецслужб, а также не посещать Амаксарские острова Чебоксарского водохранилища. Осторожно, остеопороз. Сегодня так называемые болезни цивилизации подвержены не только женщины пожилого, но и среднего возраста, а также мужчины и даже молодые люди. Врачи бьют тревогу. Каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет страдают остеопорозом. В России каждую минуту случается 7 переломов позвоночников. Каждые 5 минут случается один перелом шейки бедра. Безмолвная эпидемия, когда кости становятся хрупкими и ломкими, поразила уже около 14 миллионов наших соотечественников. В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах решением этой проблемы занимаются уже более трех лет. Репортаж о лечении остеопороза смотрите далее. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Елена Швецова в Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования направил лечащий врач, чтобы исключительно подтвердить диагноз остеопороз. Здесь с сентября 2012 года работает первый в республике кабинет профилактики и лечения этого заболевания. Пенсионерка относится к группе риска. Так как ведет малоподвижный образ жизни, практически не употребляет молочных продуктов, перенесла компрессионный перелом поясничного позвонка, весит всего лишь 54 килограмма и ей уже 77 лет. Первым делом в кабинете Елену Швецову осмотрели. Все данные, полученные во время осмотра и беседы с врачом, заносятся в компьютер, а затем в амбулаторную карту. Специальная программа высчитывает риск переломов на ближайшие 10 лет. У Елены Александровны он очень высокий – 29%. По результатам обследований врач-терапевт ставит диагноз «остеопороз» и просит пациентку бережнее относиться к себе, избегать падений, принимать рекомендованные препараты и заниматься физкультурой. Елену Александровну пригласили на занятия школы «остеопороза». А через один год ее ждут на повторный осмотр. Я впервые нахожусь в медицинском учреждении такого типа. И меня очень приятно поразил профессионализм врачей, медицинских сестер, их рекомендации, отношения к пациентам. Я с удовольствием, конечно, буду придерживаться тех рекомендаций, которые сказал мне врач, и призываю молодежь и более старших пациентов вовремя обращаться за медицинской помощью и следовать рекомендациям врачей. Обычное обследование пациента, который обратился в кабинет профилактики лечения «остеопороза» проводится в три этапа. Первый – это оценка факторов риска «остеопороза» и расчет риска переломов на ближайшие 10 лет. К основным факторам риска развития «остеопороза» относят женский пол, возраст 65 лет и старше, наличие переломов, полученных при минимальной травме, то есть при падении с высоты роста, тряской езде, поднятии тяжестей, чихании или даже кашли. Семейные анамнезы «остеопороза», то есть наличие перелома шейки бедра у ближайших родственников, прием глюкокортикостероидов в течение трех месяцев и более, длительная иммобилизация, низкий вес – 57 килограмм и менее, склонность к падениям и наличие таких заболеваний, как сахарный диабет, бронхиальная астма, ревматоидный артрит, хроническая почечная недостаточность. На втором этапе проводится специальное исследование – денситометрия. Это позволяет определить минеральную плотность костей пациента. Денситометрия, именно рентгеновская, является золотым стандартом при исследовании на остеопороз. При этом мы диагноз получаем практически стопроцентный, и эта диагностика является ранней. Пациент при исследовании не испытывает никаких затруднений, он просто лежит, отдыхает. При выявлении остеопороза по данным осмотра и денситометрии пациент направляется в процедурный кабинет, где сдает анализы крови. Новейшее оборудование позволяет получить результат исследований менее, чем через один час после забора крови. В условиях нашей лаборатории возможно определение всех показателей костно-минерального обмена. Это общий и ионизированный кальций крови, фосфор, щелочная фосфатаза, витамин D, парад гормон, а также специфические маркеры костного метаболизма, такие как остеокальцин и бета-гросс-лапс. На третьем этапе, после получения результатов всех исследований, уточняется диагноз и даются полные рекомендации по питанию, образу жизни, режиму двигательной активности, медикаментозному лечению или профилактике заболевания. В случае необходимости назначается консультация врача-травматолога, нейрохирурга, невролога, гинеколога, поликлиники, федерального центра. Кроме комплексного обследования на остеопороз и исчерпывающей консультации врача-специалиста, в комфортных условиях процедурного кабинета поликлиники мы предоставляем возможность внутривенного введения препарата для лечения остеопороза, а также приглашаем для занятий в школах остеопороза и на занятия лечебной физкультуры. Всех пациентов приглашают на занятия в школе здоровья, на занятия лечебной физкультуры и ждут на контрольный осмотр через один год. Школа здоровья по остеопорозу проводится для всех желающих в первую субботу каждого месяца в 10 часов в учебной комнате федерального центра по адресу Город Чебоксары, улица Гладкова, 33. Записаться на занятия вы можете по телефонам 30-58-11 и 30-58-02. Исследования на остеопороз, денситометрию и лабораторные анализы можно пройти во все дни недели, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 16 часов. Кабинет профилактики и лечения остеопороза работает с понедельника по пятницу с 15 до 17 часов по предварительной записи. Телефон регистратуры 30-58-26-62-07-10. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова